МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В начале выпуска коротко о главном. Исполнилось 95 лет любимой карагандинцами газете Егемен Казахстан. День славянской письменности и культуры отметили в поселке Сортировка. В Караганде началась тотальная проверка продуктов питания. Аким Карагандинской области Бауржан Абдишев провел совещание в онлайн-режиме с акимами городов и районов области. На заседании были рассмотрены вопросы, касающиеся строительства жилых домов и проведения ремонтных работ. Первым делом Аким Карагандинской области Бауржан Абдишев взял под контроль строительство многоквартирных жилых домов и школ в городах Семертау, Каркаралы, в селе Бутагара, Бухар-Жираусского района и Шисказгана. Поручил Акимам городов проконтролировать работу тех компаний, которые будут проводить ремонтные работы. Глава области подчеркнул, что деньги, выделенные на строительство объектов, должны быть направлены адресно только на эти цели. Надо узнать, какие серьезные компании есть в городах Джисказган и Садпаев, и пусть они качественно выполнят строительные работы. А в этом году обязательно должны закончить строительство многоквартирного жилого дома. В области также был объявлен конкурс на строительство многоквартирного жилого дома в городе Балхаше и 20-ти квартирного жилого комплекса в Каркаралинском районе. Поданы заявки на реконструкцию теплоснабжения культурно-досугого центра в городе Каражал. В Октябрьском районе города Караганды на возведение пятиэтажного жилого дома. Также три заявки были поданы на конкурс по проведению ремонта канализационных сетей микрорайона Шапогат города Караганды. Поданы три заявки. То ВИТОстрой допущен, набирает 4 балла. То МНМЭ не допущен, не соответствует категории лицензии на выполнение работ, набирает 1 балл. То УЗА-2002 допущен, набирает 8 баллов. В Караганде планируется провести модернизацию водочистных сооружений. И это не весь список планируемых работ в области. Члены конкурсной комиссии рассмотрели все поданные заявки, и многие компании смогли получить допуск. Ну а некоторые участники тендеров по разным причинам не смогли попасть в этот список. Это предварительный допуск. Соответственно, законам будет дано при рабочих дня на исправление данных замечаний. По заявкам работают специалисты. В области на строительство объекта будут выделены денежные средства. Аким Баужан Абдишев призвал всех акимов городов и районов области внимательно следить за работой ТО, которые будут осуществлять строительство тех или иных объектов. Ведь от качества их работ зависит многое. Гульнур Жакен, Ужас Гапасов, Бахтяр Успанов, Первый Карагандинский. Аграрии Карагандинской области приступили к массовому севу сельскохозяйственных культур. В текущем году яровой сев предстоит провести на площади более 780 тысяч гектаров. А с учетом многолетних трав общая посевная площадь составит более миллиона гектаров. Как нам сообщили в пресс-службе Акима области, зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на площади 690 тысяч гектаров. Основная продовольственная культура пшеница займет 506 тысяч гектаров. На фуражной культуре отведено 178 тысяч гектаров. За счет экономического стимулирования планируется увеличить площади посева методом капельного орошения в 2,3 раза. Хозяйства, внедряющие передовую технологию, будут получать за 1 гектар посева 150 тысяч тенге субсидий. Для поддержки сельских товаропроизводителей в период весеннеполевых работ из государственного бюджета выделено 2,3 миллиарда тенге. Предусмотрены льготные кредиты холдинга «КазАгро» в сумме 970 миллионов тенге. Хозяйства области получили 17 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива. В пассивной кампании участвуют порядка 20 тысяч единиц техники, в том числе 118 современных пассивных комплексов. В Караганде проводят тотальную проверку продуктов питания. Специалисты Департамента по защите прав потребителей выставили санитарный кордон в популярных супермаркетах и на городских рынках. Они измеряют уровень нитратов в овощах, фруктах и ягодах. А также проверяют качество мясомолочных продуктов. Благодаря акции «Безопасная продукция» потребители могут проверить качество продуктов общепита. Здоровье человека напрямую зависит от потребляемых им продуктов. Акция призывает потребителей проверять используемую продукцию на качество, так как одним из частых заболеваний являются пищевые отравления, вызванные употреблением загрязненной продукции. Акция проводилась в продовольственных магазинах, супермаркетах и на торговых рынках. На сегодняшний день было проверено 1290 объектов питания и такие продукты, как молоко, овощи, фрукты, кулинарные и колбасные изделия. Данные акции и мероприятия были проведены Департаментом агентства по защите прав потребителей на рынках и торговых центрах наших городов и районов. Наука продвинулась настолько вперед, что искусственная продукция вкуснее натуральной. А вот как такой продукт влияет на здоровье, ни производитель, ни потребитель порой не задумываются. Первому главное продать, второму быстро и вроде бы вкусно перекусить. Во всех магазинах и рынках товар проверяется согласие предпринимателей. При выявлении недоброкачественной продукции даются рекомендации о снятии их с продажи. Акция проводится с 19 по 25 мая. Лариса Хусейнова, Айдлин Жакан, Пахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Торговая марка Галвин представляет Эконом-серия профиль Галлтек 53 серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм Представляет собой качественное и экономичное решение Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль Стандартная система профиль Галвин Профиль Галвин 60 серии Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм Идеально подходит для любого климата и региона Система стандарт относится к классу А А значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей А теперь новинка Серия эксклюзив Пятикамерный профиль Галвин 70 серии Монтажная ширина 70 мм Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя Значительно повышают тепло и звукоизоляцию Толщина лицевых стенок 3 мм Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах Золотой дуб Махагон Мореный дуб Темно-коричневый Орех И серый Но и это еще не все Имеются профили односторонние внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки Все профили торговой марки Галвин и Галтек не содержат свинца И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам Профиль Галвин Морозостойкий, надежный, прочный Сегодня газете Егемен Казахстан исполнилось 95 лет За свою почти вековую историю издание меняло название несколько раз Но газета всегда оставалась народной Студенты КарГТУ и карагандинцы поздравили редакцию любимой газеты Егемен Казахстан – официальная ежедневная правительственная газета на казахском языке Издающаяся в Казахстане Освещает официальную информацию о деятельности государственных органов власти Публикует нормативные правовые акты А также информацию у полномоченных государственных органов По вопросам внутренней и внешней политики Газета основана с 17 декабря 1919 года под названием «Ошкон» Первоначально издавалась в Оренбурге, бывшем тогда столицей Казахстана В 1920 году называлось «Знамя труда» Тогда же редакция переехала в Казаларду С 1937 года газета стала называться «Социалистический Казахстан» В начале 1990-х годов получилось современное название Сегодня в области большое событие Газете «Егемен Казахстан» исполнилось 95 лет Это не только главное печатное издание области, но и всеми любимая газета казахстанцев Она одна из самых известных в стране Мы поздравляем коллектив газеты «Егемен Казахстан» В настоящий момент все редакционные усилия брошены на подготовку качественного контента Поиск эксклюзивных новостей Ведется активная работа по укреплению лидерских позиций газеты Больше эксклюзива, больше аналитических материалов, глубины в объяснениях Что в действительности происходит в казахстанской политике, экономике, обществе Больше коммуникации с читателями, больше сервисов для них Сегодня прозвучал общегородской последний звонок для выпускников Караганды Этот выпуск стал особенным Тысячи молодых карагандинцев закончили школы в юбилейном для города году Караганде 80 лет Новое поколение с новыми идеями будет строить свой город и свой Казахстан Последний звонок – это праздник уходящего детства Это прощание с определенным этапом жизни и встреча с неизведанными и таким загадочным будущим В этот знаменательный день 2038 выпускников, из них 60 алтенбельгистов, покинут стены своих родных школ По традиции, выпускники собираются на площади для проведения последней школьной линейки В первокашке пришли поздравить 11-ти классников, а учителя сказать свое последнее напутственное слово Сегодня ваш урок развенит сейчас звонок Вам желает первый класс добрый путь Торжественно под ритм барабанов у пацанки вынесли флаг Республики Казахстан Аким города Караганды поздравил 11-ти классников с их знаменательным днем Желаю вам на НТ показать высокие знания, набрать максимальное количество баллов, оправдав надежды родителей и учителей Пусть это первое испытание на новом пути станет проверкой, которая только укрепит ваши силы и придаст уверенности Перед вами открыты все двери, вас ждут новые знания и возможности Главная задача сделать правильный выбор, найти свой жизненный путь На площади состоялся праздничный концерт в честь выпускников В честь юбилея города Караганды ребята преподнесли Акиму города памятную книгу пожеланий на долгую память Торжества на этот момент не закончились Ребята молодших классов исполнили трогательную песню для выпускников и гостей торжества В отличие от выпускного вечера праздник последнего звонка продлится недолго Всего через неделю начнутся экзамены ЕНТ и от результатов экзамена будет зависеть в какое высшее заведение выпускник в итоге поступит и как пойдет его дальнейшая жизнь В этот знаменательный год нашему любимому городу Караганде исполняется 80 лет И это так очень символично, что мы покидаем стены школы и вступаем в новую жизнь И надеемся все свои знания, приобретенные за эти 11 лет, показать в будущем И дай бог, чтобы все наши опыты и достижения послужили только на благо нашей родины Казахстана Для кого-то последний звонок это праздник, а кто-то искренне грустит о школьных годах Они стоят на пороге новой жизни, им больше не придется ходить в школу для кого-то любимую, а для кого-то и не очень Школа всем выпускникам дала первый толчок, чтобы они сделали свой первый шаг к самостоятельной жизни Хотим пожелать всем выпускникам благополучно сдать ЕНТ и ступить на тот путь, который им подскажет сердце, а не только жизненная необходимость Окончилось учебное время, настал период каникул Родители уже потуже затянули свои поиски и приготовились отдавать деньги за досуг своих детей и подготовку к школе и к университету Наша съемочная группа провела опрос среди населения, сколько денег уходит у них на все про все Обеспечить своего ребенка на сегодняшний день дело нелегкое Помимо дорогого образования в школах и университетах, нужно же и хороший отдых организовать, лагерь, курорты На сегодняшний день уже не существует такого слова, как детский К примеру, детская одежда стоит наравне с одеждой для взрослых Одни родители уже смирились с такими ценами, другие до сих пор удивляются Порядка 3-4 тысяч долларов, плюс еще обучение Достаточно дорого, как бы, ну, недешево точно Работа есть, зарплата позволяет, можно, скорее всего И к школьному лагерю надо готовиться, и в выездной лагерь готовиться надо покупать И даже на улицу выходить гулять, и то надо все покупать За зиму выросли, тяжеловато У меня опекаемые двое детей, очень дорого 2-3 тысячи долларов, сумма впечатляющая Иметь ребенка сегодня стало дорогим удовольствием Но все же не стоит забывать о том, что помимо дорогой одежды, компьютеров и курортов Нашим детям в первую очередь необходимо внимание Во дворце культуры железнодорожников в честь Дня славянской письменности и культуры Прошло мероприятие «Лишь слову жизнь дана» Организованное городским отделом культуры и развития языков города Караганды Совместно с работниками Дворца культуры железнодорожников и средней образовательной школы Также городских библиотек В последние годы проведение данного праздника стало более значимым и обширным не только в России, но и во всех государствах, где проживают братские славянские народы День славянской письменности и культуры – праздник всех казахстанцев Потому что казахский язык, будучи тюркским по происхождению, сегодня развивается и функционирует на основе кириллицы алфавита В поселке Сортировка данный праздник отметили весело Все школы и дети показали свою большую хорошую грамотность по языку Было очень интересно И мы благодарим организаторов отдела культуры и развития языков Я думаю, дети получили очень большой такой приятный сегодня подарок к окончанию учебного года Гости праздника, учащиеся из средних школ района, совершили небольшое путешествие в историю возникновения старославянского алфавита С удовольствием поучаствовали в театрализованном представлении детей С концертными номерами выступили танцевальные и вокальные коллективы Дворца культуры железнодорожников Порадовав зрителей прекрасным исполнением русских народных песен и зажигательных танцев Проходит концерт, игры и бикторины посвященные этому празднику, где участвуют дети Причем участвуют очень активно Наше государство, повышая статус казахского языка, не меньше внимания уделяет развитию языков других народов Проживающих на территории многонациональной республики В будущем организаторы мероприятия отметят День тюркоязычных письменностей культуры Это были все новости на сегодня Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 4206-49 Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА